доброго времени суток дорогие мои друзья сегодня 28 декабря и я вырвался в лес чтобы снять для вас очередной ролик а также чтобы собрать вкуснях к столу у нас была оттепель такая прям плюсовая температура наверно плюс 5 было даже и поэтому я думаю фламулинка появилась смотрим здесь обычно я собираю осенние опята но не исключено что здесь будут расти и зимние потому что все к этому располагает это участок леса с кленом зимний опенок по всей своей трассе прямо неподалеку от пенечка такие яркие экземплярчики здесь снег взялся коркой тяжело отламывать свежачок по неопытности я все их ищу на деревьях на стволах они могут расти просто у нас под ногами вот неподалеку лают собаки я собак боюсь просто жуть всерьез задумываюсь о том чтобы приобрести шокер электрошокер они боятся этого отрезка а то и недавно видео смотрел мужика прямо во дворах рвали вот попадается здесь немножко но все же они есть такие кнопочки оранжевые торчат хотелось бы конечно найти огромную семью бывает же встречаются шляпы большие крупные но бывает вот такая мелюзга сегодня я взял пакет с собой дабы не вызывать смех у людей у мне кажется повезло сейчас я вам покажу тут тоже вот смотрите это сломленная ветка бузины на ней растет иудина ухо я никогда не пробовал вот думаю возьму на пробу и так много открытий чудных может быть это одно из них будет иудина ушка я смотрел канал недавно о грибах и растениях своими словами так там ирина клестова рассказывала почему он так называется этот грибочек может кто не слышал я вам скажу вроде как иуда повесился именно на бузине после того как предал христа плюс гриб похож на ухо отсюда и название вот что я хотел вам показать вот это уже удача вот это уже удача мне нравится как она все сияет издалека многие люди мне говорят что эти грибы можно кушать сырыми но я рисковать не буду пока хочу с ними ближе познакомиться в жареном виде но вот внешне они мне очень нравятся а раньше я думал бы что это какие-то хорошие грибы очень красиво растут согласитесь так ну кровь мы оставим может быть себе а может быть кому-то из вас хаще здесь конечно непролазные не такой уж и простой сбор для меня здесь такой участок я вам сейчас расскажу когда-то здесь стояли дома здесь были одноэтажные дома наподобие частных у нас они называются фанзы и сейчас мне встречаются под ногами кирпичи какой-то строительный мусор обломки шифера шлакоблока и даже какие-то хозяйственные принадлежности ну сейчас здесь уже никого давно нету все заросло и среди вот этих вот густых деревьев клеона встречаются даже фруктовые деревья повстречалась мне вишня дикая груша или уже одичавшая нужно быть аккуратным потому как кто знает какие предметы здесь еще скрываются в ямках чтобы не повредить ногу нечаянно вот пожалуйста гузина и как обильно покрыт ствол иудин им ушком иудина пушка звучит так как будто я симпатизирую иудина ухо мне вот стало удивительно что здесь среди прочих деревьев еще и ель торчит вот это ель тени конечно и плохо плохо видно мало различимая она от других вот вторая для нашего региона ель вообще редчайшее дерево приспособилась вот видите какие ямы на сваленной бузине постоянно встречаются иудина ухо смотрите ну чем не ухо и такое же смуглое какое предположительно было у иуды человека восточного а потому думаю смуглого снова эти малыши машут мне своими шляпками оранжевыми видно и хорошо издалека когда я впервые готовил их то я их отваривал и многие из вас стали мне делать замечание что грибочки эти отваривать не обязательно даже это будет лишним после чего я обратился за информацией микологу которого мы многие знаем это вишневский а именно я посмотрел передачу где он пришел в гости к макаревичу и очень интересных много фактов рассказал например он сказал что грибы отваривают только в двух случаях когда нам нужно избавиться от горечи либо же второй случай когда там есть слабые яды которые нейтрализуются путем отваривания кипячения но это знаете как мухомор съедобный гриб после отваривания я имею ввиду красный мухомор так вот действительно отваривать не нужно а если вы боитесь что грибы могут там навпитывать чего-то то конечно лучше не собирать их в тех местах где ничего то могут понавпитывать так но мы же отвариванием избавляемся от аромата а даже где-то и от труса грибного макаревич спрашивает вишневского а правда что грибы почти не усваиваются организмом человеческим на что это правда когда-то я вам рассказывал о том что они содержат своих клетках хитин это именно то вещество из которого состоит панцирь ракообразных креветок насекомых оно не усваивается не расщепляется нет у нас таких ферментов расщепить хитин можно все это преобразовать в более усваиваемую пищу путем замораживания гриба так как когда жидкость вода застывает в клетке она кристаллизуется и своими острыми концами кристаллами разрывают эти клеточные оболочки и делает более так сказать пригодным для для пищи гриб также можно еще гриб измельчить на блендере допустим тогда он просто максимально будет усваиваться думаю что из таких малышек можно набрать полный кулек на этом же дереве и фламулинка росла ухо гражданина иуды эти уже экземпляры такие довольно большие вот это действительно ухо не ушко очень интересно конечно попробовать сегодня и попробую что за гриб стрёмно конечно мулинка рядом микро очень хочется найти пучок чтобы дух захватывал неужели у меня тут пучки не растут метра три высота но зато та ветка на которой они распускаются донизу вот они они на вот этой веточке сейчас я потяну она выходит из этого дерева отломал здесь уши прекрасно они чистые посмотрите я уж не знаю чего в этом лесу больше фламулины или же ушей а теперь друзья приготовьтесь я просто издалека увидел как блестит это поваленное дерево сколько же на нем опят ёханый бабай хочется визжать все собаки сбегутся вот это сказка со счастливым концом смотрите пучки как я мечтал как я и хотел всего одно дерево способно меня сделать самым богатым грибником и самым счастливым человеком на просторах ютуба ура людиные уши можно оставлять вместе только как ё-моё сейчас я буду не спеша их собирать а тут не в листочке поприлипали надо же так что поснимать я не знаю может быть их срезать лучше или отломать пишите в комментариях листик конечно же мы выложим если ножки уже пиццаркувате так скажем мы конечно же ножничками ампутируем ничего не оставил то что попадало соберем я просто не ожидал что мне сегодня канун нового года так улыбнется удача здесь некоторые уже и не дождались меня старенькие есть не все правда но есть те что уже поморщились мы брать не будем конечно а эти шикарные шикарные семейные грибы у нас скоро обещают до 9 градусов тепла думаю сезон начнется с новой силой а как не знаю эти наверно ножичком сверху подставим вот так подали прямо в него дома уж разберемся с кусками древесины которые сейчас подпиливают кто не знает обратите внимание на те зимние опята на грибы опята которые продаются маринованные в баночках супермаркете это они же так то вот что такое удача найти одно дерево и подлогматиться такие уже очень нервные брать конечно не будем а такие шикардосные брать конечно будем разные есть есть такие более презентабельные есть мнение нужно еще одно такое дерево и можно идти домой хотя по большому счету пожарить то уже хватит нужно отметить это место отметить это место в геолокации и приходить сюда в гости так ну что маленькие здесь оставлю пусть размножаются таких средних размеров буду брать там он еще вижу семейку и еще чуть-чуть сейчас до соберу супер бог дал сегодня дал сегодня хорошего настроения находочки приятнейшие конечно здесь лазить не так просто может показаться то и дело шапку приходится поднимать с земли но это все в радость вот эти подарочки вот так выглядит это дерево любой стороны вот его бурей по всей вероятности бурей свалило корни торчат вот так и почему же не каждое поваленное дерево может нас так осчастливить вот вижу там чуть-чуть что то есть какая-то кучка вон там дальше здесь конечно не пролазные гебри идем же да это фламулинка там сверху растет не знаю дотянусь ли я до нее жалко еще пакет рвать да что там пакет глаза на ветках оставлять жалко вот кто-то с опухой потерял вон она сверху я там немножко но очень приятно даже столько найти вот как раз на высоту вытянутой руки с моим ростом метр восемьдесят два уши тут же вот брать их что-то уже не хочется взял для пробы вы знаете дорогие друзья все таки с опытом глаз пристреливается я ведь вообще нулевый можно сказать вышел за этими зимними грибочками но сейчас уже издалека могу узреть семейки вот например как здесь прокачиваемся потихоньку в направлении поиска зимних грибочков посмотрите ну разве же это не красота эти огоньки на поваленном дереве и даже там сумел заметить и даже там вон там ну-с приступим знаю может быть красивее конечно и ножом будет их снимать в одной руке пакет другой телефон глаз уперлась ветка вот они мои родимые поскольку они заморожены прям таки до каменного состояния лучше я думаю их просто срывать руками а а так брать жменьку и аккуратненько снимать вот древесину конечно нужно оставить здесь папа очень приятно я думаю эти так грибы в любом случае хрустеть на зубах не будут растут высоко обняли эту веточку надо ее достать ну дома то я приведу их порядок здесь их можно набрать наверное даже для мариновки хотя что мешает их кинуть в морозилку если сразу все не удастся как бы не влезут в живот так где-то там я видел еще красивые красивые семейки да там они дальше просто тут проблема пролезть ух ты так они хитренькие спрятались за деревом а их там больше чем я думал китайцы каким-то образом их выращивают они у них по-любому не такие вкусные как у нас в диком лесу они там как-то от цвета берегут чтобы их не ножки вырастали тех можно больше чтобы взять больше грибного мяса здесь же посмотрите медовые какие детишек оставим пускай подрастают здесь почти на каждом дереве они подрастают у нас немножко выпал снежок сразу начал таять потом морозец схватил короче говоря творится что-то непонятное вот сейчас это минут два минус три градуса такой тонкий ствол казалось бы а все-таки его облюбовала фламулинка теперь у меня появилось свое фламулиновое место глаз уже настроен и видит вдали оранжевую радость идем же к ней да действительно зрение не обманывает помаранчивенькие вы мои вот так вот рота солдат стояла добро пожаловать в семью так ну а дальше по этому же дереву если идти здесь трохи торчат там совсем маленькие но эти то мы возьмем и на этом же дереве облюбовала когда-то себе местечко какая-то птичка вот мне не видно а вы сможете увидеть я камеру подыму а выше этого гнездышко когда я перевел глаза увидел вот эту вот красотинушку я до нее вряд ли достану встретился грибочек под названием дрожал к он конечно замерзший поэтому дрожать вряд ли будет сейчас я знаю что его можно кушать сырым также сейчас попробую как сосулька короче ничего особенного и ценного тоже ничего как я думаю идем в эти сказочные дебри виднеется фламка издалека вижу ее и радуюсь мне кажется высоко она очень сейчас проверим дотянусь ли я о да высоковато она вся молоденькая и такая пушистая вот нижнюю можно в прыжке достать пока я за этой прыгал увидел еще еще оранжевые очаги на одном из деревьев сейчас вам покажу здесь тоже высоко не знаю буду лезть потому как здесь ее просто очень много облюбовала же себе местечко повыше а хитренькая но я упорненький поэтому здесь вот по вот этому наклоненному стволу я все-таки до нее доберусь посбрасываю вниз и потом уж пособираю жаль не получится вам это все этого всего показать хотя сейчас зарядкой примотаю к дереву а и 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 под и и и и и и и какой результат не зря слазал особенно вот эта семейка вообще крутая соберем же их всех конечно весь грязный ну как думаете друзья достаточно я думаю достаточно буду двигаться к автомобилю спасибо что погуляли сегодня со мной отдельное спасибо за ваш комментарий за лайк еще раз поздравляю всех с наступающим новым годом желаю всем быть счастливыми пока подождите пока еще не пока еще покажу вам вот издалека увидел нечто оранжевая прям издалека издалека ну а что это может быть как мифламулин надо очень высоко вон она родимая рискнуть что ли там еще вода он где наша не пропадала это прям сверх высоко ну ничего сейчас полезем как-то как бы туда это ольха ух ты вот друзья это красота стоило того чтобы я за ней лазин не правда ли но теперь друзья чистой совестью говорю всем пока до новых встреч